МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает вести Ульяновск. В студии Гунары Шарипова. Добрый день. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Переложили все коммуникационные сети. Объездная дорога вдоль Минаевского моста откроется в субботу. Мусорный вопрос на нижней террасе решает прокуратура. Инициировано административное преследование главы Ульяновска. Чем раньше диагностируют отклонения, тем результативнее будет лечение. В регионе завершается Всероссийская неделя профилактики рака молочной железы. 300 единиц спецтехники планируют задействовать в Ульяновской области для расчистки дорог в предстоящий зимний период. Как сообщили в профильном ведомстве, такое количество машин позволит обеспечить своевременную уборку снега. Так, автодороги с высокой интенсивностью движения будут очищать в течение 6 часов после окончания снегопада. А межмуниципальные трассы с наименьшим транспортным потоком в течение 12. Сейчас подрядные организации проводят техобслуживание и переоборудование машин, закупают новые. Автопарк уже пополнили 17 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, экскаваторы, погрузчики, тракторы. Ремонт и техническое обслуживание планируют завершить до конца октября. Также подрядные организации региона начали заготовку противогололедных материалов. Качество закупленного сырья сначала проверят в лаборатории. О любых внештатных ситуациях на трассах можно будет сообщить в круглосуточном. В круглосуточную диспетчерскую службу Департамента автомобильных дорог. Она начнет свою работу с 22 октября. Объездную дорогу вдоль Минаевского моста откроют в субботу. Движение по временной дороге, проложенной со стороны Улгу от берега Свияги до пересечения улиц Минаева и Хлебозаводская, откроется в 6 часов утра. Для обустройства объездного пути пришлось переложить все сети. Работа непростая. Здесь пересекаются коммуникации сразу трех районов города. Сеть водопровода диаметра 800 была переложена и запущена. Также сеть напорной канализации питающей районы также была сделана и запущена. На этом участке были переложены также сети связи. Тут проложено под траншеях 13 каналов. Также необходимо было переложить сети газопровода. Через путепровод уже прокинуты путляры для газопровода. И также здесь заменена трасса силовая. Временный путь необходим для обновления путепровода, который возводят в рамках реконструкции моста через Свиягу по улице Минаева и строительства транспортной развязки для микрорайона университет. На объездной трассе установлены 10 светодиодных светильников, барьерные ограждения. На проезжей части нанесена разметка. Водители об изменении схемы движения повестят дорожные знаки. Для пешеходов обустроен тротуар. Контейнерная площадка на нижней террасе заинтересовала прокуратуру. Место для сборов бытовых отходов не отвечало установленным требованиям. Короткие службы не реагировали на просьбы местных жителей несколько лет. Эла Шахова с подробностями. Площадка для мусора здесь располагается уже много лет. Отходы сюда приносят со всех ближайших домов. Но складывают их лишь в большой контейнер. К нему можно подойти. А три емкости для раздельного сбора мусора так и пустуют. Никто из горожан по грязи и сквозь кусты пробираться к ним и не думает. Появилась и другая проблема. Все мы сюда, все ближайшие микрорайоны, весь сюда ходят. И вот когда бездорожье распутится, это прям просто ужасно. Летом же лужи остаются, не высыхают. А зловоние это вообще разносится на всю округу. Поэтому вот надо здесь вот прям в срочном порядке надо вот это заделывать. Пару лет назад, вспоминают местные жители, эту проблему уже пытались решить городские службы. Привезли строительный мусор, щебенку. Вместо того, чтобы благоустроить территорию, привезли со строек, которые вот старые разрушают. И вот эта штукатурка слоями отслаивается, они ее привезли, насыпали. Она в теплую погоду превращается в пыль, а в дождь превращается в жидкую грязь. И все это мы к себе домой тащим. Умешалась прокуратура. Еще в августе она провела проверку по соблюдению правил благоустройства контейнерных площадок в Заволжье. По результатам проведенной проверки было установлено, что контейнерные бурки, расположенные на данной площадке, размещены не на твердом асфальтном покрытии, а также отсутствует подъездной путь для сбора данных контейнерных бункеров. В этой связи прокуратурной районной главе города Ульянска внесено представление об устранении нарушений закона, а также инициировано административное преследование главы города Ульянска. Если город никак не отреагирует на требования надзорного органа, прокуратура будет решать проблему жителей Нижней террасы уже в суде. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Отопительный сезон стартовал. Пуск тепла завершился как в учреждениях социальной сферы, так и в многоквартирных домах. Впрочем, работы у коммунальных служб все еще много. С начала сезона в Центр управления городом поступило более 2000 заявок по пуску тепла. Если раньше ульяновцев волновали сроки подачи и отопления, то сейчас обращения касаются завоздушенности систем, а также нарушения гидравлического режима. На Ленина 122, например, отоп-сезон возвестил о себе чересчур громко. Вот эта труба, и из нее раздается вот такой шум. В общем и целом, отопительный сезон в многоквартирных домах начался. Те инциденты, которые возникают незначительные, мы их устраняем. Граждане обращают в Центр управления городом посредством как телефонной связи, так и обращения поступают нам с платформы обратной связи с постинцидента. Незамедлительно данное обращение перенаправляется в управляющие организации, либо в ресурсоснабжающие организации. И в течение часа-двух данное обращение приводится в соответствии. За состоянием теплосистем в многоквартирных домах следят управляющие компании, в тандеме с жильцами, которые своевременно сообщают о проблемах, недочеты устраняются оперативно. Есть у нас проблемы, в основном это по доступу на верхние этажи, где требуются строить воздушные пробки. Не всегда мы можем в свое время туда попасть, поэтому еще небольшой объем работы остался. А в целом все дома запущены, работаем сейчас по отдельным стоикам. В некоторых многоквартирных домах готовиться к отопительному сезону собственники начались заранее. Совет дома номер 82 по проспекту Гая провел опрос жильцов о возможных проблемах. Помимо основной подготовки до наступления холодов, там успели восстановить отмостки, кровлю и цоколь. На данный момент все квартиры, все стояки запущены. Во всех квартирах тепло, ни жалоб, ни претензий пока у нас нет. О возможных проблемах жители Ульяновска могут сообщать в Центр управления городом, либо напрямую в своих управляющих компаниях ТСЖ и ЖСК. Авиация, инжиниринг, машиностроение. Ульяновские власти нашли перспективы сотрудничества с башкирскими производствами. Уфу посетила большая делегация во главе с Алексеем Русских. Соседей заинтересовала обработка металлов от УАЗ, лазерная полировка, поставка датчиков. Репортаж Артема Петрова. На Уфимском компрессорном заводе основная часть оборудования и комплектующих уже заменена на отечественные. И теперь здесь держат курс на импортозамещение мелких деталей, в том числе электронных компонентов. Свою продукцию соседям готовы поставлять ульяновские предприниматели. Вместе с Алексеем Русских в Башкортостан приехала большая бизнес-делегация. За сегодняшний день уже несколько потенциальных договоров у нас в нашей с вами копилке. Это значит, что мы договоры будем обогащать, обмениваться технологиями. В Центре управления Республикой Алексей Русских и премьер Башкортостана Андрей Назаров провели расширенное заседание по промышленной кооперации и машиностроению. Открывая встречу, ульяновский губернатор подчеркнул, что в условиях новой реальности плотное и взаимовыгодное сотрудничество регионов становится фактором стабильного развития, независимо от любых внешних вызовов. Глава республиканского правительства добавил, регионы уже давно связывают добрососедские отношения. Традиционно мы поставляем в ульяновскую область топливые продукты. От вас в Башкортостан вводится машиностроительная, лакокрасочная, трикотажная продукция. Укрепление межрегионального сотрудничества и реализацию перспективных совместных проектов чуть позже Алексей Русских обсудил с главой Башкортостана. Радий Хабиров высоко оценил эффективность работы ульяновских особых экономических зон и привлечение инвестиций в экономику. Ульяновская область – это очень серьезный и крупный технологический разный регион. Там 85% экономики составляют обрабатывающие промышленности, очень высокие компетенции в сфере авиационного настроения. Поэтому, конечно, нам это интересно. В ближайшее время ульяновская делегация планирует посетить и другие российские регионы. Сегодня поездки с бизнес-миссией имеют особую значимость. Еще недавно предприятия закупали импортные комплектующие и даже не знали, что буквально за забором производят аналоги, которые превосходят зарубежную не только в качестве, но и в цене. Сегодня настало время больших отечественных коопераций, независящих от иностранных компаний. Артем Петров, Вести Ульяновск, из Башкортостана. В регионе завершается Всероссийская неделя профилактики рака молочной железы. Медики настоятельно рекомендуют регулярно проходить осмотр специалистов. Ежегодно от рака груди умирают больше 20 тысяч россиянок. Пройти обследование пациенты поликлиники номер 20 КМСЧ имени Егорова могут на новейшем оборудовании. Недавно здесь появился современный цифровой маммограф. Качество изображения повысилось. Также у нас появилась возможность архивировать снимочки. Пациента снимочки сохраняются на 5 лет. Мы можем в любой момент сравнивать эти снимочки, посмотреть, ухудшилось состояние пациента, то или иное заболевание, если мы выявили его. И, конечно, малая доза облучения. Вовремя узнать о наличии опухоли груди Ольга Максимова смогла благодаря диспансеризации и неравнодушному отношению к своему здоровью. Я лично сама прохожу каждые полгода УЗИ, наблюдаюсь у онколога, и прохожу каждые два года диспансеризацию. Я считаю, что это обязательно. Я как медик с 30-летним стажем советую всем это делать. Медики настоятельно рекомендуют ульяновцам не игнорировать угрозу и регулярно проходить обследование. Чем раньше врач сможет диагностировать отклонения, тем результативнее будет лечение. Это касается и тех, кому еще нет 40 лет. Болезь стремительно молодеет и поражает даже 20-летних пациенток. Кто до 40 может проходить раз в два года в маммографию или в УЗИ молочных желез, особенно если есть предрасположенность уже, если какая-то онконостороженность. После 40 раз в два года обязательно и так далее. Особенно если что-то нашли, то уже раз в год. Ежегодно проходить все обследования, консультации и следить за всем этим процессом, даже если он не злокачественный. Пройти обследование и убедиться, что организм в норме, можно в поликлинике по месту жительства. Это Вести Ульяновск и мы продолжаем. В 3 воскресенье октября Россия отметит День Отца. Праздник учрежден год назад и традиции пока только обретает. В регионе накануне праздничной даты состоялась встреча Совета Отцов Ульяновской области. Одним из пунктов программы стало подведение итогов работы общественной организации за 9 месяцев этого года. С момента основания Совета Отцов Ульяновской области, он включает состав разносторонних людей, я всегда об этом говорю, это представители духовенства, науки, здравоохранения, спорта, бизнеса, военные, политики, пожарные. И именно это способствует широкой сфере нашей участия в общественной жизни региона. К мероприятию в формате видеоконференц-связи подключились представители Союза Отцов Республики Татарстан. Они также поделились опытом своей работы и рассказали о мероприятиях, которые проводят для семей в своем регионе. В регионе проживает более 154 тысяч семей, в которых воспитывается более 239 тысяч детей. И в нашем регионе сохраняется динамика увеличения количества многодетных семей. Сейчас их более 14 тысяч. Собравшиеся внесли предложения по дальнейшей деятельности организации, обсудили планы по работе с молодежью и детьми. В Ульяновском театре юного зрителя подвели итоги конкурса «Лучший культурный дневник школьника». В нем участвовали ученики всех 24 муниципальных образований региона. Задача конкурса была простой, но познавательной. Детям в начале учебного года выдали дневники, в которых был план посещения культурных мест области. После каждого знакомства школьникам нужно было отметить в дневнике, какие новые знания удалось получить. Межведомственный проект Министерства просвещения и Министерства культуры «Культура для школьников». Наш проект направлен на создание условий для самореализации детей. Мы вовлекаем детей в культуру и искусство через игровые форматы, онлайн-офлайн-акции, различные проекты. Тех, кто провел этот год наиболее культурно, наградили дипломами участника конкурса и ценными подарками. Также победители одними из первых узнали о предстоящей акции. Следующим будет культурный марафон, посвященный моде и технологиям. Казачьему ансамблю «Звонится» исполняется 30 лет. Свой юбилей народный коллектив отметит на сцене Дворца культуры «Губернаторский». 30 лет назад это был один из первых ансамблей фольклорной казачьей песни в Ульяновской области. В сегодняшнем составе коллектив работает уже 22 года. Участники тембрально подстроились друг под друга. Ансамбль много гастролировал. Обширный репертуар коллектива вбирает в себя песни разных казачьих округов и знакомит слушателей с уникальной песенно-музыкальной культурой казаков России. В то же время руководители ансамбля грамотно преломляют фольклор и синтезируют его с современными направлениями в музыке. Я хочу пригласить всех горожан и гостей нашего города 15 октября на Большой зал Дворца культуры «Губернаторский» в 14 часов. Уважаемые горожане, мы вас ждем и надеемся, что вы получите хороший заряд бодрости и у вас будет прекрасное настроение. В программу субботнего концерта вошли любимые песни ансамбля и его зрители, а также произведения различных казачьих жанров. Это строевые, игровые, шуточные песни и воинские баллады. Поздравить югуляров своими лучшими песнями приедут 10 коллективов со всей Ульяновской области. Мир средневековой тайги, где есть место героизму, дружбе, черной и белой магии. В кинотеатрах сегодня идет фильм «Сердце Пармы». Он снят при поддержке телеканала «Россия». Всю неделю эпическая экшн-драма бьет рекорды в прокате. О ленте подробнее Марина Тимофеева. В языческих таежных землях, где шаманы приносят кровавые жертвы, чтобы отогнать с темных духов, разворачивается экшн-драма. В центре киноленты «Князь Механ» он встретил ту самую, в которой собрана вся красота мира и сила ведьмы. От меня благословения не жди, князь, покуда будешь жить с некрещенной ведьмой. Тичерс родилась обычной девочкой, но ее ждала судьба ламии, языческой богини. В ней переплелись два начала – земная человеческая любовь к механу и колдовские чары – ведьмы-уборотни. Это женщина, которая готова ради своей любви пойти на все, ради любви к своему мужчине, ради любви к своим детям. Эта любовь навсегда изменит его судьбу и его родной Пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в войсках богатств и новых земель. Собирай дружину, всех, кто есть. Это интересные именно схватки, битвы на лошадях со старинным оружием. В центре конфликта цивилизации – история пермского князя Механа, который жаждет мира для всех. Его задача – не дать всесильной Москве уничтожить Пермь. И при этом как можно крепче привязать местные племена к Руси. Секрет успеха блокбастера в лихо закрученном сюжете. Здесь каждый персонаж меняется под напором обстоятельств. Одни предают, а другие остаются верными своим принципам. Сюжет заставляет следить за происходящим. Фантастические моменты очень мне понравились. Это добавило больше экшена в этот фильм. Он был классный, мне понравилось. Яркие спецэффекты и грандиозные декорации. Фильм погружает в атмосферу 15 века. Впечатлений много, костюмы очень красивые, декорации красивые понравились. Фильм «Сердце Пармы», снятый при поддержке телеканала «Россия», идет во всех крупных кинотеатрах Ульяновска. Марина Тимофеева и Сергей Свешников, «Вести», Ульяновск. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам хорошего продолжения дня и до новых встреч в эфире. Сейчас в Ульяновске плюс 8. Атмосферное давление 753 миллиметра артутного столба. Относительная влажность воздуха 77%. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Субтитры создал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин